Добрый день, меня зовут Флоров Валерий, я работаю в компании ExacPro как разработчик и как руководитель небольшой группы исследовательской по применимости технологий FPGA в области деятельности нашей компании. Это трейдинговые системы и тестирование трейдинговых систем. И сегодня я расскажу вам о такой вещи, которую мы разработали для как proof of concept, это спонсорский доступ с малой задержкой. Очень кратко, наверное, очень кратко буквально в нескольких словах о том, что такое рынок, чтобы погрузить в предметную область. Чтобы ввести понятие, сам по себе трейдинг – это заключение торговых сделок, покупки-продажи на бирже. Биржа сама по себе в настоящее время – это электронная площадка, как правило, где участники торгов совершают свои сделки. Брокер – это посредник торговой между биржей и клиентами биржи. И трейдер – это, собственно, клиент биржи. Еще нам потребуется такое понятие, как высокоскоростная торговля, high-frequency trading. И чтобы ввести что такое активы, это, в принципе, может быть что угодно, валюты, металлы, производные инструменты. Ну вот, например, чем не биржа, например. Меняем бусики. Ой, на что-то не надо, наверное. Рассмотрим, в принципе, сам рынок является достаточно сложной структурой, в нем множество участников. Но нас, по большому счету, интересуют только три из них применительно к моей статье и к нашей статье и к этому докладу. Это сами клиенты, то есть трейдеры, это брокеры и сам рынок биржи. При этом клиент не может подключиться, как правило, не может подключиться к бирже напрямую. Он должен подключаться посредством системы брокера, поскольку брокер несет ответственность за всех своих клиентов и проверяет заявки, которые посылает клиент на биржу, проверяет достаточный, например, средств у данного клиента для того, чтобы купить какой-то актив или присутствует ли данный актив у клиента для того, чтобы его продать. При этом сам брокер также, естественно, подключен к бирже и снабжает своих клиентов, распространяет для них информацию, доступную для всех клиентов. Это так называемая market data, то есть это информация о котировках и о ордерах других участников, которые стоят на бирже, на книжках. Целый ряд стратегий используют, клиентских стратегий я имею в виду, используют конкурентное преимущество для получения прибыли от торговли за счет большей скорости. Для того, чтобы опередить других участников, они совершают множество сделок, сами по себе сделки могут иметь небольшой профит, но в целом доход оказывается достаточно большим. И для них очень значимой величиной является величина задержки, от момента, когда они получают информацию о возникновении какой-то арбитражной возможности на бирже и до момента, когда их заявка сформирована, в конце концов поступит на биржу. Вот эту самую latency вносит, естественно, система самого брокера, ну и также ряд других факторов. Я рассматривал в своей статье, как можно снизить эту задержку. Например, использование более скоростных подключений. Сейчас применяются 10G подключения и 40G в принципе уже входят. Кроме того, можно поменять торговые протоколы, если биржа позволяет, то есть использовать более короткие, более быстрые, например, бинарные протоколы, как протокол EACH или OACH и LSE Native, например, которые мы как раз реализовали, вместо фикса. Также можно снизить задержку, если реализовывать свои торговые алгоритмы, оптимизировать их и использовать, например, языки с более предсказуемым временем реакции по управлению памяти. Ну и еще вариант выбрать брокера, который предоставляет меньшую latency. Кроме того, есть еще один подход, который называется, собственно говоря, Sponsored Access или спонсорский доступ к бирже. И суть этого подхода заключается в следующем. Биржа сама предоставляет возможность подключиться к ее входным коммутаторам клиентам напрямую, что называется порт в порт, но при этом брокер продолжает нести ответственность за своих клиентов и у него очень мало есть возможности, чтобы вмешаться и не допустить появления какого-то ордера, который нарушает правила торговли в случае сбоя, например, в торговом алгоритме. И это можно было сделать только постфактум, скажем так. И вот мы бы хотели предложить решение. На самом деле это одна из реализаций подобного решения, которое может сохранить с одной стороны очень низкую latency, а с другой стороны оставить соединение клиента к бирже под контролем брокера. Мы назвали это спонсорский доступ с низким latency на основе FPGA, FPGA. Я вот не знаю, кто знаком с технологией FPGA, нужно, а все остальные не знакомы. Очень кратко. FPGA это технология в русском варианте, а есть термин, который называется PLIS, программируемая логически интегральная схема, как-то так. Суть примерно в следующем. Есть кристалл, на котором расположено большое количество элементов, которые выполняют какие-то базовые функции. Есть очень большое количество соединений между этими элементами, которые настраиваются. То есть каждый элемент можно фактически соединить с любым другим элементом. В целом в результате образуется какая-то схема, и она выполняет свои функции. При этом, поскольку мы можем задействовать очень широкие шины для передачи данных и использовать многостадийные конвейеры, мы получаем существенный выигрыш по сравнению с обработкой, например, на основе CPO. Программируются такие схемы на специальных языках, называются языки описания схем, Hardware Design Languages. Мы используем системы Virilog, но как один из распространенных очень удобный язык. Также известны просто Virilog и VHDL, другие языки. В результате компиляции программы, которая написана на более-менее человеческом языке, получается прошивка, которая заливается в кристалл, и получается работающая схема. Итак, в чем была основная суть идеи нашей реализации? Идея заключалась в следующем. Мы отказываемся полностью от буферизации входных и выходных пакетов, поскольку фактически наше устройство врезано в разрыв кабеля. То есть наш клиент соединяется с нашим устройством, устройство соединяется с биржей. То есть мы находимся в разрыве между ними. При этом клиент не должен замечать наше устройство, оно должно быть для него полностью прозрачным, то есть он коннектится не к нашему устройству, он коннектится к бирже. И до тех пор, пока клиент работает, не нарушая ни одного из правил, для него происходит все прозрачно. Единственное, чуть-чуть увеличивается latency. Мы ставили себе цели примерно такие. Задержку попытаться довести до 200 на секунду при подключении через Ethernet порт 10G. При этом реализовать протокол для заявок LSE native и протокол для market data мы должны использовать MISH LSE. При этом проверки мы свели к минимуму, то есть поскольку это proof of concept, мы используем небольшой ряд проверок. Это нулевой объем сделки недопустим, цена, которая выходит за некоторый статический диапазон, который настраивается брокером, а также цена, которая выходит за некоторый динамический диапазон от известной цены последней сделки по данному инструменту, а также превышение лимитов торговли для одного инструмента или для суммы инструментов в целом по данному клиенту. Листать. Вот что у нас в результате получилось достаточно крупно. Мы реализовали это на плате KC 705 от вендора Xilinx. На эту плату мы поставили дополнительную мезонимную плату на 4 SFP порта 10-гигабитных и смогли реализовать таким образом два канала для двух независимых клиентов и центральный управляющий модуль плюс модуль получения обработки market data. Центральный управляющий модуль реализован в виде софтового процессора. Это ядро Micro Blaze от Xilinx, который работает с внешней памятью DDR3, 128 мегабайт. Кроме того, он подключен с одной стороны к Ethernet порту 1 гигабит для того, чтобы связываться с брокером и сообщать об каких-то аварийных ситуациях, в том числе о нарушении риск-менеджмента со стороны клиентов, сообщать это на сторону брокера. Также для выполнения функций, которые не критичны по скорости, но сложны для реализации в аппаратной части, такие как, например, введение лого журнала событий, а также подключение подписка на market data по независимому порту от получения market data от биржи. Второй блок market data, он, соответственно, обрабатывает поступающие UDP-сообщения, UDP-пакеты со стороны биржи и строит так называемые книжки. Книжки хранит в виде красно-черного дерева во внутренней памяти самого чипа для скорости и реализована пара каналов. Пара, потому что у нас Ethernet-портов хватило только на это. Посмотрим на отдельный канал чуть подробнее, что из себя представляет. Центральным модулем канала является конечный автомат, который собирает все сигналы почти от всех модулей и принимает при этом решение, например, об прерывании сессии и о возбуждении сигналов прерывания для того, чтобы сообщить об каком-то событии. Рядом, в нижнем левом углу мы видим модуль регистров, через который происходит вся настройка данного канала. У каждого канала свой набор регистров. Настройка производится через специально написанное API, написанное на Java. То есть мы можем предоставить брокеру для интеграции в его программное обеспечение эту библиотеку и он сможет интегрировать плату в свою платформу, получая сигналы об аварийных ситуациях и настраивая для каждого клиента необходимые условия. Также здесь видно два пути прохождения потока от клиента в сторону биржи, который проходит через линию задержки. Линия задержки состоит из… это просто сдвиговой регистр. Сейчас у нас используется глубиной 30. В принципе мы проглядываем на будущее возможность сокращения этой глубины существенно до 10 тактов. После сдвигового регистра идет прерыватель потока. Идея состояла в том, что мы начинаем передавать пакет, который пришел на входной порт, даже не дожидаясь, когда он полностью прибудет к нам. То есть у нас нет буферизации и пакет может находиться сразу в трех местах. Он может находиться уже в среде передачи в сторону биржи. Часть пакета 30 слов находится внутри нашего устройства и часть пакета может еще даже не прийти. В тот момент, когда пакет приходит окончательно, то есть мы получаем сигнал о том, что пакет есть от Mac. Следующий модуль, который извлекает данные из пакета, определяет протокол, который инкапсулирован в этот пакет. Если это не TCP, то он проходит насквозь, не задерживаясь совершенно. Все протоколы мы пропускаем, кроме TCP. В TCP-сессию мы ловим ровно те пакеты от TCP-сессии, которые должны были быть установлены на торговое соединение, потому что нам известен порт и адрес назначения биржи, нам известен адрес, исходящий IP-адрес клиента. И по этим трем плюс порт источника мы можем идентифицировать пакеты одной торговой сессии. Сейчас заложено такое поведение, что если появляется новая торговая сессия, то есть клиент либо пытается открыть две параллельные сессии, либо он не разорвал корректно предыдущую сессию, то это одна из аварийных ситуаций и идет сигнал в главный блок, который в конце концов принимает решение прервать сессию или просто сообщить бронгеру. Мы следим за сообщениями, которые отправляются в обе стороны, в сторону биржи и со стороны биржи для того, чтобы правильно строить позиции по каждому инструменту. То есть мы выделяем из сообщения нужные нам поля, такие как цена, сторона, количество, инструмент естественно, да. Находим нужный инструмент и по нему высчитываем текущую позицию. Если нет нарушений, то есть мы не превысили лимит торговли или еще одно из оговоренных правил, то соответственно мы спокойно пропускаем такое сообщение. Если же одно из правил нарушено, то от блока подсчета позиции идет сигнал в центральный блок и тот принимает решение, что сессию нужно прервать. Что для этого делается? Для этого, во-первых, пакет, поскольку уже передавался в сторону биржи и часть его передана, мы дождемся полностью, когда пакет будет уходить от нас и в последнем слове, где находится контрольная сумма, мы ломаем один бит, инвертируем. При этом контрольная сумма становится для пакета неверна. Когда такой пакет прибудет на входной коммутатор биржи, он будет отвергнут входным коммутатором и, соответственно, сама биржа не увидит это сообщение. И сообщение, которое потенциально уже могло нарушить какое-то из условий управления рисками, то это сообщение не придет на биржу. Клиент будет от этого защищен. Кроме того, нам приходится рассматривать ситуации с потерей пакетов, это нормальная ситуация в TCP, или с приходом пакетов в неправильном порядке. Этим тоже занимаются блоки извлечения данных клиентской, client field extractor и exchange field extractor. Обрыв соединения происходит одновременно в обе стороны для того, чтобы у клиента возникло именно ощущение, что ему обрубили кабель. Для того, чтобы не вводить его в заблуждение, то есть мы бы могли вроде пропускать там ACMP пакеты, и клиент будет видеть, что соединение вроде бы есть. Но мы клиента хорошего уведомляем о том, что соединения больше нет и не будет до тех пор, пока он не урегулирует эту ситуацию с брокером. Значит, дальше. Тестировали и продолжаем тестировать наше устройство. Мы с помощью такого программного обеспечения нашей компании, как Sailfish, вот пример, со скрипта, который запускается этим тулом, здесь крутится 10 тысяч сообщений, посылаются до тех пор, пока мы не исчерпаем лимит, и сообщение должно верваться. Что у нас в результате получилось? Ну вот скриншот с двухканального осциллографа. Мы выводили сигналы, ну это точнее растянутый сигнал желтым, который изображен. Начало и конец прохода пакета по нашему устройству. Цель почти достигнута 217 наносекунд, как можно увидеть по меткам. В принципе, у нас есть дальнейшие задумки, как можно уменьшать плотности значительно дальше. При этом мы использовали не так много ресурсов своего кристалла, ну примерно 53%. Вот репорт от Vivada, это тот инструментарий, на котором мы разрабатываем этот проект. И собственно говоря, что мы добились? Мы добились, что предложенный нам подход работает. Мы наметили и видим пути дальнейшего улучшения, и тестирование необходимо продолжать, в том числе и тестирование нагрузочное. Спасибо. Если есть вопросы, я готов. Спасибо за доклад. Очень интересно. Просто у нас у самих опыт использования в ПГА, правда, для обработки изображений медицинских. И тут просто у меня чисто технический вопрос, зачем нужна вот линия задержки на 30 тактов? А линия задержки нужна вот почему. Потому что нам приходится за маркетдатой лазать в другой блок, и у нас, нам нужна фора по времени для того, чтобы принять в конце концов решение. Тот пакет, который вот сейчас уходит, он нормальный или нет? И успеть его поймать. То есть вот тот управляющий блок, да, я так понимаю? Да. Но он принимает, это автомат, который принимает каждый такт решения. Я просто смотрю, у вас утилизация, соответственно, кристалла 50%, а не было закинуть всю логику туда? Всю логику? Ну, ту, которая сейчас делается на внешнем. А у нас внешнего ничего и нет. А, нет. Это вся логика там внутри. Все, понятно. Тогда вопрос нет. Григорий Байсов, Московская биржа. Ну, как потенциальный жертва такого подхода, хотел все-таки получить уточнение. Вы портите контрольную сумму сообщения и говорите… Нет, не контрольную сумму, извините, контрольную сумму пакета сообщения. А, пакета, то есть в этом случае входной коммутатор его, если он правильно сделан, он его не пропустит. Если он неправильно сделан, то я думаю, что это очень неправильно со стороны биржи. Потому что идея портить контрольную сумму на уровне, скажем, фикс-сообщения, где это можно… Абсолютно верно. …и года три отроду, но это полное безобразие с точки зрения биржи. Я согласен, да. И второй вопрос. Вот по нашему опыту общения с клиентами зоны коллокации, даже обычные сетевые карты, не всякого производителя, уживаются с нашим сетевым оборудованием, там CISCO, к примеру. А здесь используются сетевые интерфейсы, ну как бы совсем, условно говоря, не коммерш или… Я понял. Я, наверное, понял вопрос. В принципе, поскольку мы используем FFP слоты, то мы можем подобрать под конкретное ваше сетевое оборудование, мы можем подобрать модуль, который втыкается в этот порт и согласовать, что он будет гарантированно работать с вами, с вашим сетевым оборудованием. Это заменяемые штучки. Григорлик, первый специалист по софту и железу. Валерий, скажите, пожалуйста, у вас ведутся позиции, правильно? ФПЖ. Не увеличивается ли время проверки в зависимости от количества инструментов в портфеле? Да, я понял. Дело в следующем. К сожалению, количество инструментов, которые мы можем учитывать на одном инструменте, оно будет достаточно ограничено. То есть мы не сможем это по любому инструменту. Список инструментов, по которому High Frequency Trader готов работать, он должен согласовать с брокером, ну скажем там 16 инструментов это год достаточно, как вы думаете? Вполне. Ну вот тогда 16 инструментов, допустим, будет на одного клиента. Если потребуется расширить, это немного ресурсов занимает, но это можно. И вопрос по риск менеджменту. Вот, например, у вас было указано порядка пяти проверок. Если из них сделать 50 или 40, время сильно увеличится? Я думаю, нет. Мы сможем уложить все проверки в параллель. Естественно, что от этого увеличится только аппаратура. То есть, да, она разбухнет, но поскольку есть потенциал для роста, то мы сможем уложиться. Пока что риск менеджмент можно назвать наивным. Я согласен. Леонид Задов, экзакт про Минверонский. Такой технический вопросик. Мы можем вернуться к слайду номер 8. Они пронумерованы у меня? А, пронумерованы. Да, вот, вот эта страничка. Спасибо большое. Здесь мы видим, что у нас на каждого клиента приходится по два порта, высокоскоростных порта на плате. Да. И это, как мне кажется, очень дорогой ресурс для платы. Возможно использовать, допустим, один порт для обслуживания нескольких клиентов, да, что в итоге даст уменьшение себестоимости подключения для брокера. Хорошо, спасибо. И дело в том, что мы рассматривали подобное решение, но проблема состоит в следующем. Если мы используем несколько каналов, предоставляя клиентам отдельный порт, а потом собираем их в один порт для того, чтобы подключить к бирже, то у нас на этой стороне неминуемо возникает арбитр, который будет переключать и, соответственно, ждать, когда какой-нибудь из каналов будет готов. Один канал может помешать другому, и тогда у нас просто неминуемо возникает буферизация и, соответственно, возникает latency. То есть, именно поэтому пока что остановились на таком решении, чтобы снизить latency до предельно возможного, исключив буферизацию как на прием, так и на передачу. Вот в этом была идея. Спасибо за доклад. Виталий Яковлев, Банск, Петербург. Вы в своем концепте устройства использовали бинарные протоколы, LSE native. Что будет в случае фикса? И вот, например, на нашей московской бирже есть вообще будущее фиксы в PGA? По поводу будущего, наверное, вопрос не ко мне немножко. У нас есть кому задать его. А по поводу того, что мы использовали конкретно native. Дело в том, что мы здесь проверяли конкретно концепцию, насколько можно снизить latency. Можно ли парсить фикс с помощью FPGA? Во-первых, можно. У нас предыдущий проект занимался примерно, не примерно, а именно этим. Во-вторых, есть готовые блоки. То есть, это не состояло целью данного исследования. Здесь мы пытались достичь минимальной latency. Кроме того, как я уже упомянул в самом начале доклада, нужно идти последовательно для того, чтобы выбрать все возможности для уменьшения latency. Одна из них, я считаю, это как раз переход на более скоростные бинарные протоколы. Потому что если биржа предоставляет фикс и native, если вы перепишете свое ПО, перейдете на native, я думаю, вы уже выиграете что-то… А это уже следующий шаг. Давайте поблагодарим Валерия. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Т.Е.